Дорогие друзья, вас приветствует агрофирма Аэлита! Здравствуйте! Танечка, однажды мне посчастливилось праздновать День Святого Патрика в Мексике! Да-да, не удивляйся, оказывается, этот праздник мексиканцы празднуют с не меньшим удовольствием, чем ирландцы. И вся еда, кстати, очень вкусная, которую в тот день приготовили в ресторане-отеле, имела слабый или сильный оттенок зеленого цвета, ну, в разумных пределах, конечно. Все десерты были зелеными, все соусы, хлеб, булочки и паста тоже. К чаю подавали традиционный песочный трилистник зеленого цвета тоже. Чай и пиво были тоже зелеными, и их щедро наливали лепреконы на побережье океана. Ох, Оксана, чувствую, праздник тебе очень и очень понравился, раз уж так запомнился. Очень понравился. А среди блюд, которыми был представлен этот праздник, одно из центральных мест занимало гуакамоле. Традиционное мексиканское блюдо, которое очень подходило к стилистике этого зеленого ирландского праздника. Оксана, ну, если тебе так понравилось это блюдо, давай мы его сегодня приготовим. Но, и мы тоже внесем в него нотку свежести. Мы добавим в него вкусную и полезную микрозелень. Танюш, я думаю, и ирландцы, и мексиканцы одобрили бы этот ингредиент. Тем более я знаю, что микрозелень очень популярна и в странах Европы, и в Новом Свете. Танюш, ну вот мне интересно, гуакамоле это соус или все-таки основное блюдо? Как ты считаешь? Оксана, я считаю, что это основное блюдо. Либо, как минимум, дополнение к любому блюду, к рыбе, к мясу. Но это при том же и соус. Сегодня мы делаем гуакамоле для бутербродов. Не просто их бутербродов, бутербродов с соусом гуакамоле, рыбой и яйцом пашот. И, конечно же, микрозеленью. Конечно, фотографируемая элита, конечно. Ну что, начинаем? Для начала нам нужно очистить помидоры от кожуры и порезать их мелким кубиком. Понятно, их надо предварительно ошпарить. А я займусь чесноком и перцем чили. Чеснок мы раздавливаем, перец чили очищаем от семечек и нарезаем очень мелко. И растираем вместе с чесноком. Чеснок и перец чили мы измельчили. Добавляем лимонный сок и ложечку оливкового масла. Сейчас нужно очистить авокадо и порезать его кубиками. Добавляем лимонный сок. Немного витаминов, микроэлементов и правильных жиров. Ну что ж, мы все измельчили. Сейчас добавляем соль и перец по вкусу. И все тщательно разминаем. Дорогие друзья, очень важно, чтобы авокадо был обязательно спелым. То есть, если он твердый, не очень спелый, то будет очень сложно. Хотя, в принципе, можно все это запустить в блендер, но все равно вкус не тот. Нету вот такого вот шелковистого, мягкого и приятного вкуса. Гойко-моле практически готово. И сейчас мы займемся яйцами фашот. Все очень легко и просто. Если вы никогда этого не пробовали делать дома, то обязательно попробуйте. Убедитесь, насколько это просто. Нужна кастрюля, кипяток и столовая ложка уксуса. Сейчас ждем воду, чтобы она закипела. Добавляем уксус и делаем средний огонь. То есть, вода не должна бурлить. Она должна быть горячей, но не бурлящей. И сейчас обязательно делаем воронку. То есть, раскручиваем ложечку в одном направлении. Вливаем в центр яйцо. Провариваем 3 минутки. Готовим мисочку с холодной водой, куда мы отправляем сразу яйцо. Это делается для того, чтобы оно прекратило, скажем так, свою варку. И желток оставался мягким. Ну что, дорогие друзья, гокамоль готов. Оксан. Похоже на мексику. Зеленый очень, очень. Похоже, не только хуже аромат. Аромат невероятный. Польза максимальная. Прекрасный бутерброд из гуакамоли с мексиканским традиционным соусом. Ну, или лично в моем случае, это точно основное блюдо. Я очень люблю гуакамоли есть, так скажем, без всего. В данном случае Танечка предложила нам рецепт, как соус. Готово. И мы будем сейчас его пробовать. Очень сочный, наверное, нет, да. Так. Какая красота, как это выглядит. Дорогие друзья, мы сюда применили микрозелень именно базилика зеленого. Вкус отличный просто. Довольно остренький такой. Вот тоже очень приятно, потому что зачастую гуакамоли делают пресным. Мне не нравится. Я люблю поострее. Рыба, авокадо, микрозелень, белок, яйцо. И зерновой хлеб. И зерновой хлеб, что может быть еще полезнее. Дорогие друзья, очень советую это приготовить. Даже, может быть, затратить свое время. Но удивить, приятно удивить своих близких. В общем, сочетанием правильных и нужных микроэгментов. И витаминов. Так что, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал. Готовьте вместе с нами. Ставьте лайки и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий вкусный и полезный, очень полезный выпуск. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!